Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги пяти лет работы в ежегодном программном обращении к жителям Подмосковья. На этот раз она отличалась от предыдущих. Во-первых, тем, что было совмещено с отчетом перед депутатами Московской областной думы. Во-вторых, в нем активно участвовали жители. По электронной почте они задавали Андрею Воробьеву свои вопросы. Подмосковье растущий регион, плюс 100 тысяч жителей приезжает, так вот 45 тысяч из них это школьники. За время выступления, а оно длилось больше часа, Андрей Воробьев говорил о детских садах и школах, сельском хозяйстве, обманутых дольщиках, малом и среднем бизнесе и о многом другом. Послушать ежегодное обращение губернатора прибыла и делегация из Люберец. Депутаты, члены общественной палаты, журналисты и, конечно, глава округа Владимир Ружицкий. По всем вопросам, что сегодня они были озвучены, Люберцы в динамике, Люберцы сегодня по целому ряду показателей, мы выше средних достижений в Московской области. Мы помним, какие вопросы и много было вопросов по детским садам. Были очереди, не было мест, а сегодня в Люберцах нет очереди детской сады. Много вопросов было всегда по парковкам, по парковочным местам. И мы в этом плане, я оцениваю, одни из тех муниципальных образований, где эти вопросы решаются в такой хорошей динамике. На достигнутом власти Подмосковья вообще и Люберец в частности останавливаться не собираются. По словам Андрея Воробьева и Владимира Ружицкого, совсем скоро, в течение двух-трех лет, расширят Октябрьский проспект. Кроме того, планируется строительство объездной дороги Урал-5. Она обойдет поселок Октябрьский и по замыслу избавит местное население от пробок. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.